С 25 по 27 апреля в Сочи прошел 10-й юбилейный конгресс Национального общества детских гематологов и онкологов. В этом году конгресс был посвящен актуальным проблемам и перспективам развития детской гематологии-онкологии в Российской Федерации. Несколько лет назад мы гордились тем, что выживаемость при самом частом злокачественном образовании, остром лимфобластном лейкозе в России превысила 70%. Сейчас цифры выживших пациентов становятся существенно выше и превышают уже 90%. Трудно говорить о цифрах, когда мы говорим о жизни и здоровье детей. Потому что каждая спасенная жизнь – это еще один человек, который проживет целую долгую-долгую жизнь, выйдет замуж или женится, у него родятся дети, он обретет себя в профессии и сможет сделать многое-многое на благо нашей Родины. Было организовано более 50 симпозиумов и круглых столов, представлено более 70 постерных докладов. В рамках Конгресса состоялось рабочее совещание главных детских специалистов – гематологов и онкологов, иммунологов, аллергологов. Были обсуждены и утверждены клинические рекомендации. Мы их уже разослали, вывесили на сайте Минздрава, на сайте нашего сообщества. Это новые клинические рекомендации, которые должны быть видны до 2021 года. Мы провели такую работу серьезную, чтобы объединиться, потому что у нас нет разногласий. Мы должны пользоваться нашими всеми возможностями, потому что врачи должны быть все участниками профессионального сообщества. Нам должно быть одно в стране. Вот мы здесь как раз реализуем такую программу. До конца года мы объединимся. В процессе подготовки и проведения Конгресса участвовала и Всемирная организация здравоохранения. Работа общества по внедрению новых методов лечения и диагностики была высоко оценена зарубежными специалистами. В течение последнего года, когда мы активно взаимодействуем в области детской онкологии, и это он отмечает высокую степень централизации и стандартизации терапии в Российской Федерации, что позволяет улучшить качество благодаря единому подходу в лечении на территории всей страны. И это стало известно благодаря специальным механизмам оценки, которые разработала ВОЗ. И так как эти методы оценки унифицированы, можно сравнивать разные страны. И вот когда они сравнили, они увидели, что у Российской Федерации успех был достигнут таким вот путем. Среди главных перспектив в лечении онкологических заболеваний активно обсуждались таргетная и иммунотерапия. Поскольку стандартные методы лечения, они резко выучили результаты, выживаемость, но они уже во многом исчерпались сюда, у себя. Поскольку многие пациенты с раком, они резистентны к обычным методам лечения. А таргетная терапия, иммунотерапия, они не обладают перекрестной резистентностью. И позволяют излечить тех больных, которые были устойчивы к терапии стандартной, стандартной химиотерапии. Плюс стандартные методы, особенно индустивной химиотерапии, они очень токсичные. Они вызывают много побочных действий. Иногда мы этого не видим сразу, но подрастая со временем, у детей, перенесших эту терапию, накапливаются разные проблемы. И длительность жизни этих детей, к сожалению, даже избавившись от самого заболевания, не всегда соответствует длительности жизни детей в общей популяции. Команда Первого медицинского канала приняла активное участие в работе Конгресса. Мы благодарим специалистов из регионов Российской Федерации за активное дистанционное участие в работе Конгресса.